Ольге Ивановне Мартовицкой было шесть лет, когда началась блокада Ленинграда. Ее семья жила в коммунальной квартире на Петроградской стороне. Общее горе объединило соседей, как и всех ленинградцев. Вместе грелись, вместе спасались от бомбежек, вместе надеялись на чудо, скорейшее окончание войны. Очень, конечно, было тяжелое время. Помню свою салфеточку, голубенькую. Что за салфеточка? Это, в которой лежали 125 грамм хлеба. Вот каждую крошечку. В марте 42-го года Ольга Ивановна была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Месяц провела в больнице Череповца. А после в товарных вагонах вместе с другими ленинградцами приехала в Красноярск. Нам выдали картошку на посадку. Мы ее съели. Мы ее съели, но мама так снимала, так обрезала очистки. Чтобы глазки остались живы. И урожай у нас получился нисколько не хуже, чем у тех, которые посадили клубнями. Да и сейчас, признается Ольга Ивановна, не может оставить хлеб недоеденным. Блокадное прошлое невозможно забыть. Должно помнить о тех страшных днях и подрастающее поколение. Для этого в Одинцовском районе регулярно проходят тематические выставки, которые пользуются неизменной популярностью у школьников. Свидетели всех событий всегда желанные гости в образовательных учреждениях. Детки помнят все. Детская память, она настолько цеплючая. Так что спасибо, что вы приходите. Спасибо, что вы доходите до наших ребят. Новогодняя елка, на фоне которой происходит торжественное собрание, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, не напоминание о наступившем 2019-м. Она возвращает посетителей музея в далекие сороковые. Именно так выглядело новогоднее убранство квартиры в детстве тех, кого сегодня награждают почетными знаками. Мы сделали реконструкцию квартиры блокадного Ленинграда. Это, конечно же, была коммуналка. Это, конечно же, была комната. В этом году мы решили, что это будет комната человека, который служит. Вы увидите там форму времен войны. Человека отпустили на пять минут. Забежала домой, в свою родную комнату. Успела только выпить чаю. Да какого чаю? Кипятку. В завершении торжественной части собрания почетные гости услышали до боли знакомый звук. И почтили память тех, кого уже нет рядом. Евгения Августина, Станислав Трифонов. Телекомпания. Одинцова.